Хватит радоваться синеве за 5 рублей и верить пустым словам. У тебя есть выбор. Давно пора напомнить всем, что такое качество и честность. Мы предлагаем прозрачную ленту, розыгрыши призов и инвентарь ботов с крутыми пушками на 600 тысяч рублей. Just Case Net. А ты уже окупился? Для всех любителей CS GO. Ссылка в описании. Поэтому я предлагаю такую сделку. Если вы набираете 35 тысяч лайков, я его продолжаю. Если нет, то и нет мой ответ. Подумаешь, 70 тысяч лайков, 14 февраля я сделал ролик. Ну и чё? Совсем бывает немножко, ну подзабыл, что у меня есть такой проект на канале. Ну и короче говоря, я решил продолжить рассказывать про Counter-Strike на мобильных устройствах. А так, я рассказал уже всё, что было на различных Nokia и Siemens'ах. Я предлагаю вам сегодня посмотреть на великий Counter-Strike на андроиде. На самом деле я хотел показать на айфоне, то есть в Apple Store, но к сожалению у меня не получилось снять оттуда изображение. Выбрал я всего 6 игры, какие вы сейчас узнаете, но самые-самые топовые, которые надо заценить каждому, это американский Counter-Strike. И конечно же игра с названием «Пистолет, удар, войны, стрелять». Ну короче, просто разработчики не знали, как назвать игру нормальной и решили просто подряд всё ставить. Я бы, наверное, сделал бы то же самое. Первая игра, которая у нас в списке, это «Критикал Страйк Портималь», в котором, кстати, есть синглплеер и мультиплеер. И как настоящий хардкорный игрок, я решил попробовать первым делом второй режим. Что я скажу вам честно, у меня не особенно получилось, потому что мне пришлось заниматься программированием, а я в этом ноль. Поэтому я получил ошибку, непонятно какую, исправлять я её тоже не хочу, и поэтому просто пошёл в одиночную игру. В тот момент, когда я зашёл в игру, я страджа охерел от одного, от пикселизации. Я, конечно, знал, что на андроидах, ну, игры не самого лучшего качества по графону, но не думал, что настолько, по-моему, PSP-ка лучше. И сразу же задаётся вопрос, а почему они в PSP перестали играть? Боды, как вы поняли, тупые, да безобразие. То есть они вас постреляли, а потом такие «Ну ладно, иди, потом тебя убьём». Мне кажется, это неуважение ко мне. Ну вот за это неуважение я поставлю им бомбушку. А как её ставить? Так, вот, нажал, нажал, не получается. Ладно, пусть тут валяется. Прекрасное море. Эй, господи, чё, ты меня пугаешь? Вот не надо так делать. Вот в первом раунде я действительно боялся этих противников, но потом я догнал. Они меня не могут убить, просто потому что они тупые, хуже, чем штормовики в «Звёздных войнах». И я просто решил их убивать. А теперь перейдём к игре, в которую реально можно играть. Это Critical Ops. У меня к этой версии действительно мало претензий, кроме лишь одного. Вот этого. Возможно, это самый стандартный баг, который не у всех появляется, и если перезайду в игру, такого уже не будет. Ну ладно, допустим, если у меня эпилепс, я захожу в такую игру, и... Как вы думаете, что со мной будет? Конечно, это всё забавно, но даже спустя некоторое время мне глаза это резало. Особенно, когда предлагали пострелять в мишени. Конечно, сразу же после всего этого я решил пойти в настоящую игру, где надо показать скиллы. И первым делом я понял то, что баги у меня не прошли. В тот же самый момент я очень сильно надеялся, что этот баг не будет действовать на противников. А зря. Как меня убили-то, блядь! Хорошо, второй раз у него не получится. Сука! Нет, я не хочу в это играть, простите, я не буду. Пойду в что-то более свежее. И тут почему-то у нас стоит Нейтан Дрейк, которого немножко сделали более модным. Только что-то мне не хватает, кажется. А, вот так нормально, я-то думаю, где реклама? Этого я действительно не ожидал. Такое ощущение, как будто мы зашли не в Counter-Strike, ну, ладно, клон Counter-Strike, а в Quake. Что как-то немножко странно. Ладно, попробуем пострелять. Ладно, лучше не буду пробовать с этого стрелять, лучше постреляю с этого. Ладно, лучше тоже с этого не буду стрелять. Мои глаза просто сдохли от этой игры. И что здесь у нас? Надо выбрать определенный мод. Выживание. Ну, давайте, нажимаем его. И хотите вертели, хотите нет, именно в этот момент моя игра к черту зависла. Поэтому я решил просто Critical Strike найти в Ютубе. Ну и, короче говоря, вы сами видите, что игра просто фантастическая. Качайте, не пожалеете. Особенно, если у вас в езапасе есть 100 рублей и одна лишняя хромосома. Эта игра однозначно будет для вас. Ну и подойдем к самому сладкому, а именно... American Counter-Strike. Господи, офигенный закрузочный экран. Господи. Господи. Это самое клевое, что я видел в свою жизнь. Заверните мне, пожалуйста, дверь. Что вы думаете, мудмазель Трансвестит Гена? Это просто охуенно. И я с вами полностью согласен. А теперь давайте посмотрим вместе на... Учи, стреляй, что-то там, бла-бла. К моему удивлению, эта игра самая нормальная из всего, что здесь была. Ну, в плане графики, в плане стрельбы. Но в плане ботов, это самая-самая хуйня. Мультиплеера, к сожалению, в этой игре нет. Но ничего, думаю, когда-нибудь его добавят. Либо я просто его не нашел, но я не буду его искать просто потому, что мне это нахер не сдалось. Все равно я в эту игру никогда не вернусь. Скажу вам по чесноку, там еще много есть версий Counter-Strike, можно было бы посмотреть чуть попозже. Но, опять же, все зависит от вас. Давайте, если ролик наберет 20 тысяч лайков, то я сделаю обзор на следующие игры. К моему большому удивлению, версии на андроиде оказались не такими же плохими. Они были трэшовыми, но не такими ужасными, как я думал изначально. Некоторыми версиями я, наверное, бы даже пользовался в детстве, если бы тогда это было возможно. Да, кстати, если вам интересно, почему я сегодня без камеры, то... Да нам всем насрать! А, ну, тогда похер. До свидания.